Девушки отдыхают Развестись на старости лет Да еще и дом у жены отобрать Но супруга утверждает, что муж получит дом только через ее труп Ведь сначала мужчине нужно доказать, что он строил дом на общие деньги Вашей рукой подпись стоит, что осуществлялась досрочная стимуляция родовой деньги Вы знаете, в медицине есть такое понятие, как по жизненным показателям Оплачивая собственные роды, Татьяна Куликова не подозревала, что ее лечащий врач Положивший в карман 20 тысяч рублей станет палачом для нее и для ее будущего ребенка И выжить им удастся только чудом К сожалению, она не одаренная Как вы пытались дозвонить? Я вам объясняю Да, но я выскочила в тапочках на пепонту Да замолчите уже, оглушили просто Анна Варганова считалась талантливым педагогом Ее ученики часто получали призы на престижных конкурсах Но оказалось, что уроки музыки проводила не она, а ее собака Истец Роман Харитонов обращается в суд с иском о разводе и разделе совместно нажитого имущества Земельного участка с домом Ответчик Марина Харитонова исковые требования признает частично Утверждает, что приобретала дом и участок на собственные деньги Здравствуйте Прошу садиться Открыто слушание дела Ваша честь, я обращаюсь с иском к суду о расторжении брака и разделе имущества У нас есть домик с участком С женой мы поженились 15 лет назад в 95 году Вы представьтесь Меня зовут Харитонов Роман Иванович А теперь рассказывайте, и так Вот, ну я продолжаю Значит, есть у нас домик с участком, который я хочу поделить Мы с женой 15 лет назад поженились В 95 году А сейчас я понял, что эта женщина мне чужая Я не хочу с ней больше жить Я не очень нужен чужая Не хочу я на одной жилплощади с ней жить Я не хочу с ней И еще у нас имеется, значит, в общем Имущество общее еще имеется Значит, мебель импортная, гараж и машина Вольво 2003 года Все это приобрели Все это приобрели в период брака, да? Совершенно верно Все это мы в период брака приобрели Понятно И вот этот вот домик еще с участком, значит Понятно Ну и как же вы хотите разделить? На свои деньги Нет, ну зачем ты такие вещи говоришь? На свои деньги строят На свои деньги У меня бизнес, Ваша честь Я занимаюсь продажей павлиних пельных Вы сначала объясните, почему вы хотите расторгнуть брак? Дети есть? Дело все в том, что эта женщина мне чужая Мы уже не можем жить вместе Она мне надоела Я не хочу с ней жить на одного А дети есть? Я не хочу жить в первую очередь Детей нет Детей нет? Совместных детей у нас нет Понятно Значит, что, не сошлись характерами? Не сошлись, абсолютно Понятно И как давно вы это поняли? Не очень давно К сожалению А что произошло? Примерно год назад Что произошло для того, чтобы вас так осенило? Потому что она стала настолько жадной Раньше все было нормально А теперь жадность из нее так и прет Все, она деньги считает, считает и считает Свои деньги или ваши? Наши общие деньги Какие общие? Я так понимаю А что значит общие? Кто их зарабатывает, эти деньги? Деньги зарабатывали вместе У меня, я еще раз повторяю У меня свой бизнес Я продаю перья Они очень выгодный бизнес Денег достаточное количество В день даже до 10 тысяч доходит Чего? Рублей Рублей? Да В месяц хотя бы столько зарабатывал А то в день у него 10 тысяч В день бывает Ваша жена говорит, что Заработок у вас меньше 10 тысяч рублей в месяц Да Неправда, Ваша честь Все она обманывает Ну хорошо Дело все в том, что у меня Акты есть Акты оценки Которые оценили мне И мебель, и машину И гараж Они стоят Миллион семьсот Ну насчитала А этот домик, который я хочу Себе взять Он всего полтора миллиона Так что она еще и в выгоде остается Ну спасибо тебе А почему вы требуете целый дом Я работала А не половину этого дома Объясните Ну потому что у нее есть квартира Она осталась ей от родителей Это моя квартира Квартира моя законная А домик я строил на свои деньги Я уже не который раз повторялся А домик на мои деньги построен Это мои деньги Я на них построил У меня есть эти договора С работниками Скажите, как вы хотите поделить имущество Чтобы я понял до конца Я оставляю мебель Машину Гараж Все оставляю ей И квартира Это ее Естественно Тоже она остается ей Квартира законная Моя с самого начала А домик Для того, чтобы я жил Где-то мог жить Я люблю природу Вот поэтому я хочу Чтобы этот домик был мой Вот купи себе домик И живи в нем Если этот дом достанется ей То она его сдаст И дом просто погибнет Другими словами Вы хотите, чтобы Имущество было разделено В той пропорции Которую вы предлагаете Да? Совершенно верно Дом вам Все остальное жене Так точно, да Понятно И вы считаете, что Стоимость дома Соответствует И равна стоимости Всего остального имущества Она еще даже меньше Ваша честь Меньше Передайте мне, пожалуйста Все документы Которые являются Доказательствами Вашего рассказа Марина Алексеевна Харитонова Да, да Вы согласны С расторжением брака? С этим я согласна Пожалуйста Развожусь Он мне не нужен Такой имущество Понятно Денег не зарабатывает А с предложением О разделе имущества? Конечно не согласна Почему? Потому что дом поставлен На мои деньги Участок куплен На мои деньги На мои? Я скажу Женщины, не перебивай Пожалуйста Я сама скажу Вы знаете, Ваша честь Кто вам в сказке рассказывал Бизнес там у него какой-то Перья он вот Ферму Он мне тоже наплел Что вот Ферму он свою Какую-то там завел Будет там полвину выращивать Перья продавать Кому эти перья нужны? Вот эти перья Вот вы знаете Вот он продавал 50 рублей штука И продавал их Ладно хоть перо в день Клон-нибудь купил Кто не покупает? А покупаемые за 50 Продают за 50 Вот возьмете перо Вот тебе и доход Встаньте на место Встаньте Пожалуйста, вот возьмите Вот никому не надо Встаньте на место Будь вам перо Вот надо давать продам Не нужно Встаньте на место Ну что ты здесь Зырку встраиваешь, а? Вот видите, я вам доказываю Что никому эти перья не нужны Ну никому они не нужны И вообще, по поверию Теперь приносят несчастье Вы мне скажите На какие средства Был построен дом Вы считаете Дом построен на мои деньги Дай я сейчас докажу Да, докажите Потому что у него заработок был Вы знаете 10 тысяч Это максимум в месяц Во-первых Он в раз с самого начала Да И про бизнес наплел Потом он мне не признался Когда жнился на мне Что у него оказывается Есть семья И там двое детей Он мне про это не сказал А потом оказывается Ему еще алименты платить надо Да, да Дорог не открывай Как есть, говорю Потом бизнес его Вообще доходов не приносил Как это не приносил? Я работаю Старшим бухгалтером В хорошей фирме Вы знаете В солидной Заработок у меня Вот, пожалуйста Справка о доходах У меня заработок 70 тысяч рублей в месяц Так Тогда 70 тысяч я не видел вообще в глаза У меня вот две сберкнижки Одна это валютный вклад Это у меня еще была Долженитба книжка Долженитба На ней 20 тысяч долларов Было, но я сняла деньги Когда на участок платила Вот с этой книжки я сняла деньги Проценты идут до сих пор у меня Ваша честь Ваша честь, ну вам передали Эта книжка я откладываю Каждый месяц По 50 тысяч рублей Для того, чтобы Во-первых Я купила Я на свои деньги Покупала мебель Вот, пожалуйста Документы есть Мебель покупала Итальянскую На свои деньги В квартиру Ты ко мне пришел Да мебели так я тебе Прошу оставить Ты ко мне пришел С голой задницей Да задница у меня не голая Но штаны были на заднице Штаны дырявые у тебя были Может, у тебя ничего не было Затем У него была копейка Захотел машину хорошую На марку Ладно Ну понимаете Я влюбилась в него Замуж вышла Я ему машину покупаю Вольво Пожалуйста Купила машину Ну свое имя Купила мне Оформила на себя Ты на ней ездишь Пожалуйста Вот у меня все есть Затем она копила денег Купила гараж То есть машина гараж Все купила на мои деньги Затем я покупаю Участок и дом Конечно Я не могла быть много На этом участке Потому что я работала Поэтому получалось Дай мне сказать Я вообще молчу еще пока Вот ты молчу Уже открываешь рот Я уже не могу Уже видеть его не могу Бесстыжие твои глаза А у тебя смотри какие Я ему давала деньги На все стройматериалы У меня не было Понимаете Времени Не было времени Чтобы стройматериалы покупать С подрядчиками договариваться С строителями С подрядчиками я договор заключала Я договаривался Да На мои деньги Поэтому Я ему давала деньги Давала деньги Он договаривался с подрядчиком А я и днем и ночью Работала Зарабатывала Он все деньги Из своих 10 тысяч Во-первых Он половину отдавал Своей бывшей жене На алименты А остальные деньги Вот на питание Как вы можете На такие деньги питаться Поэтому я Поэтому на мои деньги И питались Поэтому я с иском На 5 тысяч попитались Ваша честь Я прошу мою пользу решить И свидетеля моего Еще нужно заслушать Ты женщину не перебивай Да я скажу А я хочу Чтобы у меня был дом Да я скажу А тебе квартиры хватит Ну это вообще Бесстыжие Поэтому я не согласна С иском А в какой пропорции Вы предлагаете Разделить имущество А что делить Я вообще не понимаю Когда он не зарабатывал Вот у меня справка О доходах есть У меня избиркнижки Что деньги сняты Видно на участок Но в соответствии с законом А у него-то что есть Нет-нет-нет Это вы Марина Алексеевна Заблуждаетесь Вы должны помнить Что в соответствии с законом А именно Семейным кодексом Все имущество Которое было приобретено С супругами В браке Если они вели Совместное хозяйство Если они Не важно Кто работал Если они жили вместе То это имущество Является общей собственностью Я вас поняла Еще у нас было такое дело Десять лет назад Он у меня загулял Загулял И что? Да я да скажу Загулял Загулял Было такое дело Кобель Потом он вернулся На коленях ползал Прощение у меня просил Вот Ну я его просила Но он дал мне расписку Вот расписку написал Что он Что не имеет ко мне Материальных претензий Эта расписка у меня есть То есть что больше Такого не было Чтобы говорил Там деньги мои Дом мой Передайте мне все эти документы У тебя просто бумажка Она даже не заверена Пожалуйста Все документы И это ты сам писал Свою рукой Свою подписал Никто тебе не поверит А последней каплей Было Знаете ваша честь Последней каплей Уже моего терпения было Когда у него умерла мама Оставил Однокомнатную квартиру Маму мою Оставь в покое Однокомнатную квартиру Он эту квартиру Отдал детям То есть получается Он свою трехкомнатную У него была До свадьбы Он отдал детям Там у него и гараж И машины все отдал Ко мне пришел А дети мои что На улице должны жить А ко мне пришел С голой задницей Мне на шею Еще раз повторяю Не голая она была В драных штанах Мне на шею сел Ножки спустил Я понял вас Марина Алексеевна Но при этом Вот рассмотрев Эти документы Хочу пояснить вам Что Вот эта расписка О том что Никаких претензий К своей жене Данное вашим мужем О том что Никаких претензий К вам Он не имеет Она юридической силы Это не несет При разделе имущества Ну потому что Это имущество общее Нет ну ваше честь Это же будет нечестно Но поймите Я работала Вот я женщина Да Зарабатывала 70 тысяч в месяц Я понял вас Он пришел ко мне голым Он не работает У тебя есть железо Давайте послушаем Вашего свидетеля Я тоже хочу Пригласите свидетелей ССА пожалуйста Иди к сыну И живи там у дочки своей К детям своим Для квартиры им оставил Иди и живи к ним Помолчи Дай Валентину сказать Свидетелей ССА Пройдите Ну да Свидетель еще купил Правильно привез Купил Это не купил Это мой партнер Здравствуйте Да правильно Это знакомый его Да не знаю я Валя расскажи Как было все у нас Дело Роман это Мой Так сказать Постоянный партнер По бизнесу Так Вот Мы торгуем Павленими перьями У нас Очень Большая клиентская база Есть оптовые покупатели Декораторы Дизайнеры Помимо этого В метро Вот Бизнес еще чем хорош То что мы Можем планировать Свое свободное время Так Чем именно Роман и занимался Он торговал перьями И строил дом Нанимал рабочих Когда все успевал И торговать перьями А доходы-то какие были От этого бизнеса у вас Доходы я занимаюсь закупкой Перья Я закупаю по 15 рублей По 50 мы их продаем Понятно И сколько же Штук вы продаете В месяц Или в неделю В день до 200 бывает Ваша честь В день до 200 В день В час пик Перед праздниками Больше 10 тысяч Даже бывает Потому что это не цветы Цветы На каждом углу Что значит В час пик Перед праздниками Вы где торгуете-то ими В переходе То есть и туда дизайнеры Приходят И декораторы Это отдельно Есть оптовые покупатели Это дополнительно А где ваша база Оптовая По торговле По продаже этих перьев У нас частный бизнес Не государственный Ну какая разница К нам приезжают Оптовики приезжают В какое место Они к вам приезжают Ну договариваемся При встрече Домой приезжают Или куда Где мы договоримся Встретиться Там и встречаемся Я передаю Вы можете подтвердить Документально Доходы О которых вы сейчас говорите Например Справка из налоговой инспекции Мы не государственные А что Только государственные Организации Что только организации Государственные Платят налоги что ли Что-то таких денег Я не видела у него Ваша честь Документально мы не можем подтвердить Ну вот именно Что подтвердить не можем Но это есть на самом деле А вы же налоги платите Вы только что сказали Что в час пик Вы зарабатываете там По Десяткам тысяч рублей А мне пять тысяч Месяц давали Отсиживаться на работе А он Это не имеет отношения к делу Один занимается Отсиживаться на работе И зарабатывать деньги Это благое Вот именно Дело А не Перьями торговать Удаляюсь для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Вашей рукой подпись стоит Что осуществлялась Досрочная стимуляция Родовой деятельности Вы знаете В медицине есть такое понятие Как по жизненным показателям Татьяна Куликова И ее новорожденный сынишка Чуть не погибли Во время родов А все потому Что лечащий врач Получив свои деньги Попросту про нее забыл К сожалению Она не одаренная Как вы пытались Дозвониться Я вам объясняю Оставили Да Ну я выскочила в тапочках Я бы до вас забрала Да замолчите уже Оглушили просто Отпуская детей На занятия музыкой Родители не знали Что в квартире учительницы Их отпрыски попадают В лапы настоящего монстра Дети терпели издевательство Пока не произошел Несчастный случай И вся правда Выплыла наружу Все имущество Которое нажито супругами В период брака Является их совместной Собственностью Уважаемый ответчик И ваш муж Истец В настоящем судебном процессе Этим воспользовался У меня нет основания Отказать ему В удовлетворении Его требований Брак ваш Расторгается Потому что Сохранение семьи Невозможно А все имущество Делится в равных долях Это не значит Что дом переходит к вам Половина машины Половина дома Мебели И прочее по списку Решение суда Иск удовлетворить частично Во встречном иске Отказать Истец Татьяна Куликова Обращается в суд С иском О компенсации Материального ущерба И морального вреда Ответчик Евгений Поликарпов С иском не согласен И считает Что качественно Выполнил Свои врачебные обязанности Слушание, дело открыто Ваша честь Я прошу Чтобы ответчик Возместил мне Моральный вред 20 тысяч рублей И материальный вред Также в 20 тысяч рублей Ваша фамилия Куликова Татьяна Сергеевна Да, верно Объясните Почему ответчик Должен вам Возместить Эту сумму Итак 20 тысяч рублей Это материальный ущерб Да И 20 тысяч моральный вред И 20 тысяч компенсации Морального вреда Понятно Ну говорите Объясняйте Что случилось Евгений Дмитриевич Он был моим бывшим Лечащим врачом В роддоме Из-за него Чуть не потеряла я ребенка И сама не умерла Я рожала в роддоме Посещала консультации Он был моим лечащим врачом Протяжении всего времени И как-то на консультации Он намекнул Что следует доплатить Договор договором с больницей А следует доплатить 20 тысяч Ну, чтобы все было хорошо Спокойно Индивидуальная палата Уход Он последит, если что Ну, мы, конечно, с мужем согласились Чего вы согласились? Еще скажут, что ты мне заплатила Ну, Ваша честь Вы же понимаете, как у нас рожают Да Даже деньги И спокойнее на душе будет И уверенность в том, что будет И уход К сожалению, понимаю Понимаете? К сожалению, да Вот мы на это, собственно, и надеялись С мужем И это было 20 тысяч не в кассу А лично ответчику Конечно, это был конверт Который он при нас положил себе В карман, в халат Я не видел никакой конверт Сквозь ересь, пенестили Ну, конечно, что вы скажете К сожалению, расписки вы не давали Опа, нет расписки, нет конверта Конечно, нет А совесть-то есть у вас? У кого? После этого всего? Конечно Конечно, есть Незаметно Чуть не умерла И ребенок не лежит Так, так что дальше произошло? Рассказывайте Итак, вы передали в конверте 20 тысяч рублей За так называемые Дополнительные услуги, что ли? Да, услуги Так Которые хотелось И что дальше? Перед родами Меня положили в предродовую палату Сваток у меня не было Хотя на течение всей беременности У меня протекало все отлично У меня УЗИ были в норме Анализы также Но врач Мой леча сказал, что Он не будет прокалывать околоплодный пузырь Это было перед выходными Он ко мне подошел У меня к вам еще один вопрос Да, Ваша честь Перед тем, как вы Легли В роддом Пришли рожать У вас имелся договор с роддомом? Да, у меня был Это платная была услуга? 12 тысяч рублей Договор с роддомом Это помимо Помимо того, что Помимо тех 20 Типа тех 20, Ваша честь Что-что? Типа тех 20 Я не знаю Не надо меня поправлять Дальше Приходила медсестра Которая делала мне уколы После которого Обезболивание? Нет Или стимуляция? Это стимуляция Как я поняла Хоть я и не рожала никогда Но после каждого укола Моя боль все усиливалась Я ее, конечно, просила Дать мне родить Естественным путем И просила позвать врача Она сделала вид Что ничего не знает И вышла Врач, конечно, подошел Через час Когда уже боль Просто была неимоверна Я уже не знала Что мне делать Потому что одна Она хотела Вы считаете, что Эта боль возникла Не естественным путем Конечно А из-за уколов И медикаментов Да, потому что меня закололи Потому что с каждым уколом Боль все усиливалась Безусловно, это уколы А медицинские показания У вас были для того Чтобы стимулировали Родовую деятельность? Нет Выписка из консультации У меня все отлично Все анализы и УЗИ Так И протекалось Да, у вас всегда все отлично Вы все знаете А для чего тогда Как вы думаете Вам делали уколы? Для чего уколы? Мы хотели простимулировать Мои роды А зачем? Ну, видимо, это было Перед выходными И мой врач По-видимому У него были дела Чтобы побыстрее Прошли роды? Конечно А мотивировано это тем Что будет другая бригада В которой он не уверен Хотя я очень сомневаюсь Другими словами Вы сейчас говорите Что врач Превышая свои Полномочия Хотел, чтобы вы Раньше родили Чтобы освободить себе Время Выходные Что ли? Да, я так считаю Ваша честь Потому что у меня Все было отлично Состояние хорошее Ну и что дальше было? Дальше Он подошел Посмотрел Сделал вид Что не знает Никакой стимуляции Хотя медсестра Без его ведома Вряд ли бы делала мне уколы Вышел Опять я была одна Боль просто Уже была невыносима Меня бросало в жар Хорошо, что проходил Мимо врач Другой Денис Андреевич Он подошел Осмотрел меня И в ужасе Пообщался, наверное За моим врачом Вот Приволок его Буквально за шиворот И они начали Там началась драка Я теряла сознание Последнее, что помню Это вот драка Что значит драка? Драка между врачами? Да, это было при мне Это последнее, что я помню Ваша честь Разговор о деньгах Больше ничего не помню Очнулась я уже в реанимации Мне делали кестровое сечение Спасли ребенка Слава Богу Благодаря Денису Андреевичу И он Пять дней Я его не видела Потому что у него было Кислородное голодание Вот и лечились Скажите мне История болезни при вас? Да Да, передайте мне Все документы В том числе Историю болезни Какие-либо доказательства Еще Тому, что вы 20 тысяч рублей Передавали У вас есть? Единственный Мой рассказ Может подтвердить Только свидетель Вот Денис Андреевич Только он Это врач В той же больнице Да Это врач Благодаря которому Я понял Евгений Дмитриевич Поликарпов Я во-первых Не понимаю Ваша честь О каких 20 тысячах Конверте Идет вообще речь Которые были у вас Так уж и не понимаете Я не понимаю Не было никаких Другими словами Вы хотите сказать Что все 100% Нуждающихся В медицинской помощи Людей Приходят в наши больницы И никаким врачам Деньги не платят А я за всех Ответственность не несу Я не беру деньги Никогда Никогда Хорошо Истец является Вашим пациентом Да Истец является Моим пациентом Она поступила В наш роддом Довольно-таки Критическом состоянии С ужасными анализами С нарушенной патологией В принципе Во все медицинские подробности Вдаваться смысла нет Здесь есть копия Истории болезни Ее За нахождение Предродовое положение Ее Роды как проходили Какие осложнения были Какие есть И состояние По выписке состояния Я вам по-моему Дал высказаться И вы меня еще Называете хамом Конечно Вот История История ее болезни Также имеется Копия Финансового договора Который заключила Истица С нашим роддомом Оказание ей Всех необходимых Медицинских услуг Которые были полностью Истица предоставила Эти договоры Отлично Все услуги По крайней мере Насколько с ее слов Я понял Ее удовлетворяют Передайте мне Передайте мне Вашу копию Выписки Из истории болезни И объясните мне Почему вы стали Настаивать на Досрочной стимуляции Родовой деятельности Я не стал Настаивать У меня не было Такого вопроса Досрочной стимуляции Я вам еще раз Объясняю Ваша честь У нее очень сложная Патология Вы не настаивали Когда вот здесь В вашей выписке Вашей рукой Подпись стоит Что осуществлялась Досрочная стимуляция Родовой деятельности Вы знаете В медицине Есть такое понятие Как по жизненным показателям У нее было Неправильное положение Плода Раз У нее был Сложный И поздний Токсикоз Это два И многое Многое другое У нее была перепутана Плодовина вокруг плода У нее не отходили воды Которые должны были Отойти намного раньше Приходилось сделать прокол Естественно Нужно было стимулировать Я поддерживаю Вопрос истца А почему же вы тогда Заключив договор Являясь лечащим врачом Оставили истца В беспомощном положении Ее никто не оставлял Без внимания Около нее была Постоянная медсестра Она один раз Врач не может Находиться у каждого пациента Прям не отходя От постели Это раз Он должен приходить Через час После того А еще у меня к вам Вопрос Уважаемый ответчик Каким образом Было принято решение О кесаревом сечении По жизненным показаниям Почему тогда Выписки из истории болезни В консультации Нет этих показаний А каким датируется Числом выписка Из консультации За три дня до родов За три дня до родов Что нет показания Да А вы знаете Что показания На кесаревом сечении Может возникнуть И развиться В течение часа В течение получаса Вот этого я не знаю Для этого нам нужно Заключение специалистов Есть миллион последствий Миллион осложнений Процесса родового периода И мы обязательно это узнаем Мы установим Да а почему же тогда Денис Андреевич Прибежал просто в ужасе Спросите у Дениса Андреевича Вот мы сейчас и спросим У Дениса Андреевича Пригласите пожалуйста Свидетелей СА У вас у Дениса Андреевича У меня безупречная ситуация Милочка Конечно у вас связи И многолетний опыт В этом роддоме Здравствуйте Свидков Денис Андреевич Денис Андреевич Вы где работаете? В недавнем прошлом Работал в роддоме В том же в котором А сейчас? А сейчас я без работы Почему? Ну потому что Я посчитал нужным Уволиться После того инсцендента Что произошел У нас между мной И вот этим доктором Так назвать Мы просто подрались С ним получилось такое Дело в том что Посчитал что Нужно уволиться? Секундочку Дело в том Я задавал вам вопрос Дело в том что Когда привезли Вот девушку к нам Она в принципе Не была готова еще к родам Ее положили в палату Но этот рвач уже Сорвал с нее определенную сумму Его такса 20 тысяч Ты видел что я рвал? Ну я что работаю первый день Это серьезное обвинение Это очень серьезное обвинение Если будет доказано Ну я и заявляю Я что первый день работаю В этом роддоме Если это будет доказано То ответчик подвижит Привлечению к уголовной ответственности А если не доказано То вы будете привлечены За заведомо ложный донос Согласен Я утверждаю это Ну и вот Он сорвал с нее эти денежки Вы видели Как передавались деньги? Видел Когда? Расскажите Как осуществлялась процедура Передачи денег? Да действительно любопытно Я видел когда было Не надо меня комментировать Не в этот день Я видел как он постоянно Когда приходят роженицы Он отводит отдельный кабинет Или где-то за углом Но в этот день Я рассказываю что было Когда привезли ее Расскажи за что тебя с работы уволили Я расскажу Штрафую на две тысячи рублей За нарушение порядка В судебном заседании Когда привезли эту девушку Одну секунду На самом деле Вы что уволились Не по собственному желанию? Нет конечно Ну как Главный то кто? Его теща Работает там Ну и меня сподвигли К этому Главным врачом является его теща Да И поэтому Именно поэтому Истец Я задаю вам вопрос Вы считаете что Ваши жалобы остались без внимания? Я думаю что именно поэтому Продолжайте Мне тоже предупредили Не напишешь что Типа пойдешь по статье И еще тебе что-нибудь придумаем Говорят Ну ладно дело не в этом Вынудили Да чего и придумывать Ничего не нужно Все твои знания Это учебник по гинекологии За пятый курс С которым половина страниц вырвана Причем самая грамотная Половина страниц вырвана Он ее быстренько простимулировал Потому что Торопился видимо Вы еще не рассказали Как были переданы деньги Ну переданы деньги были Я в этот момент Я не видел Я видел как постоянно Он брал деньги Его знает что его такса И это может подтвердить Любой врач Даже медсестра Все могут подтвердить Другими словами Не нужно мне про другие случаи Вы Факт передачи денег Истцом Ответчику Не можете Удостоверить Я не могу удостоверить Я могу удостоверить То что у него В этот день Из кармана торчали Эти конвертики С этими деньгами Я что не знаю Что это такое находится Но это ваше предположение Это бред сивой кобылы Это не бред сивой кобылы И что дальше было И так Я хоть их заклеивал бы Чтоб не светились оттуда Деньги Купюры Да ты смешон Чего смешон то Денис Андреевич Продолжайте Просто смешон Хорошо Ну и в итоге Он Прессимулировал ее И видимо закрутился Как-то завертелся Может понадеялся Что дежурная бригада Будет Дальше дежурить С этой девушкой С роженицей А сам уже Поспешил убежать Я на этот момент Возвращался с операции Ну тоже Пациентка была своя Возвращался с операции Ну слышу Крики Заглянул А тут уже Лежит пациент Как сказать Уже Можно сказать В бессознательном состоянии Вот я его притащил От самой Проходной Выходной Как она Притащил в загрудки Говорит Ты зачем Сделала симуляцию Она же не готова Ты что Мне будешь доказывать Я кто Врач Или кто Я знаю Я ничего не делал Но как могут Без его ведома Подписать На уколы На симуляцию Это невозможно Ну когда я его притащил Она находилась Практически В бессознательном состоянии Шейка матки Уже была открыта На 9 сантиметров И практически Плод уже Вот он был Сама она Родить не могла Потому что В таком Плавательном состоянии Находилась Потому что Состояние Нужно было Сперва знать В итоге что Нужно срочно Делать кесарево Иначе Выдавливать ребенка Это получится Не ребенок А овощ Ну простой овощ Если его просто Вытащить так Нужно срочно Делать кесарево Но с момента Прокола пузыря Уже прошло Где-то около Трех часов А первые роды Должны проходить Не менее Десяти-двенадцати часов Ну Было принято решение Чтобы Делать кесарево Так хоть как-то Спасти кого-то Или мать Или ребенка Ну вот он опять Начал сопротивляться Ты чего мне указываешь Ты чего меня учишь Ты кто здесь главный Или что Блин Я говорю Ты убирай свои деньги Не свети своими купюрами На что он опять А ты совестливый Такой ничего не берешь Ты вот такой голодьбатый Вот такой нищий ходишь Я говорю Ну и пусть буду Такой ходить Зато совесть чиста Он опять Что-то заряжал Ну вот и пришлось Пару раз Зарядить Так сказать В репу Заряжала После чего Кто операцию делал Истцу Он Кто Пришлось его встряхнуть И я находился Рядом с ним Это смешная история Просто Смешная конечно Очень смешная Но иначе бы Еще и его кладбище Пациента Пополнилось Еще одна жертва А что были Погибшие Да у него есть Кладбище Свое Так сказать Врачи все знают Все медсестры знают Прикрывают А у него никто Не может засвидетелить Что вот так Потому что я говорю Теща его там Всем руководит Его туда и выдвинули С вами даже Субицы бесполезны Удаляешь для принятия решений Вы больные люди Вы друг друга нашли себя Далее в программе К сожалению Она не одаренная Как вы пытались Дозвониться Я вам объясняю Да Но я выскочила В тапочках На секунду Да замолчите Уже Оглушили просто Анна Варганова Считалась талантливым Педагогом Ее ученики Часто получали призы На престижных конкурсах Но оказалось Что уроки музыки Проводила Не она А ее собака Оценив В совокупности Собранные по делу Доказательства Суд приходит к выводу Что Иск Необходимо удовлетворить В полном объеме Потому что Размер морального вреда Я определил По характеру Причиненных Потерпевшему Физических и нравственных Страданий А также По степени Вины Ответчика Суд Суд считает Ваши действия Виновными Поэтому я Взыскиваю С вас 40 тысяч рублей В качестве Возмещения Вреда И компенсации Морального вреда И направляю Частное определение Которое я вынес В адрес Министерства Здравоохранения Для выявления Причин Оказания Медицинских услуг Вне рамок Установленного Регламента Решение суда Иск удовлетворить Здравствуйте Прошу садиться Слушание Дело открыто Я Естественно Представляю Жилину Ольгу Петровну Представляю Интересы Моей дочери Несовершеннолетней Я требую Компенсацию За нанесение Здоровья Моему ребенку Вред здоровью Вред здоровью Погромче говорить Я сама уже заболела После всех этих событий Вот И компенсацию Морального Ущерба 100 тысяч рублей Да напридумывали Себе всего Значит Вред здоровью Сколько вы оцениваете 38 тысяч 560 рублей Так У меня есть все рецепты Справки Посещения врачей Квитанции Понятно Девочке 12 лет Она у меня очень одаренная Музыкальная Ну так вот Родилась хорошо Что с музыкальным слухом Я давно искала преподавателя Она у нас занималась в школе Но я хотела Частные уроки Как бы найти Хорошего преподавателя И мне порекомендовали Вот Анну Яковлевну Которая в общем-то И недалеко от нас живет И по деньгам Как-то мы Сошлись В общем-то с ней Все поначалу Шло хорошо Как бы И претензий не было Но я в этом мало Разбираюсь Поэтому Дочка говорила Что все хорошо И вроде как бы С другими мамами Я тоже разговаривала Рекомендации были хорошие Все Потом Как-то началось Прослеживаться Вот и дочка говорила И другие начали говорить Что преподаватель часто Оставляет Учеников Одних Вообще В квартире Вы все себе придумываете Подождите Можно я сначала Скажите Ольга Петровна Не надо придумывать здесь Это же суд все-таки Прошу прощения Вы свою точку зрения Изложите чуть позже Договорились? Ваша честь Прошу прощения Скажите мне Изначально Вы заключили Письменный договор С ответчиком К сожалению Или это была Устная договоренность К сожалению Нет Мы как бы Договорились На устном Так сказать Соглашении Это был возмездный договор? Возмездный Какая сумма была Вами уплачена За каждое занятие? Она брала 500 рублей За занятие 500 рублей? Да В общем В один прекрасный день Она оставила Моего ребенка Как она утверждает Какие-то Ну вот Фосфорное Стоятельство У нее какие-то Случились И она ушла Да бывает Мой ребенок Сидел играл На этом фортепиане 45 минут Видит Преподавать или нет Она решила Передохнуть Решила Что играла Сама Без Одна Без преподавателя Да я отлучилась Буквально на 2 минуты Она решила встать Просто передохнуть Это собака Которая сидела На нее И смотрела Вот Это У нее взгляд Такой Как дочь Сказала Мама Она рычала Она меня пыталась Укусить Если я Начинала Вот играть Она пыталась На меня напасть Она Мирное животное Хаски Понимаете Слышки или нет Она хотела Отойти Ну в туалет Ребенок То есть собака Заставляла Играть Ребенка Да Заставляет Она любит музыку Уже когда третий час пошел Ребенок захотел К окну Даже на помощь Позвать Она не пускала Вообще встать Ее сутула Она ждет музыку Когда ей будут играть Вам дадут слово Давайте так договоримся Что мне дадут слово Ну вы же претесь Оставил трубку Телефонную У себя В куртке Она уже хотела Даже ей уже звонили Она хотела взять трубку Она не могла Войти в прихожую Даже к трубке своей Бабушка должна была До ней прийти Ваша честь Она Четыре часа Сидела Не отрываясь Долбала По клавишам Эти клавиши Понимаете Они у нее тугие Какие-то Не знаю Может старый инструмент В общем Вот такие набухшие пальцы У нее шок Я ее когда отвела к врачу Нас даже освободили От школьных занятий Выписали кучу Ладно Вот все-ка Напридумывали себе Передавайте мне Документы все И медицинские В том числе Все мы убедим Занятия пропускаем Нет бы в клинику Ходить по холлотанам И деньги с вас качают Анна Яковлевна Прошу прощения Вы будете сейчас оштрафованы Но это невозможно Она же врет все Вы хотите чтобы я вас оштрафовала У меня есть свидетель Понимаете У меня есть свидетель Людмила Макаровна На одну тысячу рублей За нарушение порядка В судебном заседании Дело в том Что в этот день Когда все произошло Мне позвонили по телефону Принесли какую-то там Незначительную вещь Но она для меня была очень дорога Я спустилась с третьего этажа К подъезду Взяла эту вещь Села в лифт И он застрял Ваша честь Он застрял в лифт Доказательство тому Что вы в лифте были Передайте мне документы Возьмите пожалуйста Справки И ЖЭК И эксплуатационная служба Приезжала Сколько времени вы отсутствовали Я почти 4 часа Вметалась в лифте В грязном Пыталась дозвониться Никто не берет Собака какой породы Собака Хаски Она очень доброжелательная Она очень любит музыку Я ее подобрала Маленьким щенком И Мариночка Она очень хорошая девочка К сожалению Она не одаренная Как вы пытались дозвониться Если вы даже труп Дома оставили Да Ну я выскочила в тапочках На пифонку Да замолчите уже Оглушили просто Вы понимаете Я выскочила в тапочках Без телефона Схватила эти ноты Села в лифт Ну он сломался Понимаете Мне не то что Ваша девочка Хотя могла там И в туалет сходить Как она могла сходить Если собаку не дозвала А почему же она Раньше собаку и гладила Собаку ее всегда встречала Со мной говорите Это был единственный случай Когда собака Проявляла агрессию И заставляла детей Не было ни агрессии Играть на музыке Она любила музыку Она воспитывалась на музыке У меня очень много В районе детей Которые приходят И я их обучаю Она их очень хорошо встречает Они ее гладят Играют Понятно Достаточно Ваша позиция мне ясна Пригласите свидетелей стца Свидетелей стца пройдите Добрый день Ваша честь Здравствуйте Подгромче говорите Представьтесь Да я Кондратова Людмила Макаровна Ваша честь Моя дочь Также занималась музыкой У Анны Яковлевны И закончилось это все тем Что нам пришлось Поменять преподавателя Моя дочь Неоднократно рассказывала Что преподавательница Оставляла ее Одну Причем на 5 минут И в тот момент Пока преподавательница Отсутствовала Это могло продолжаться В течение долгого времени Часа или даже двух Дочка оставалась наедине С собакой Которая Так же Неадекватно себя вела Я эту собаку Сама видела Лично Когда приводила дочь Но при Анне Яковлевне Она вела себя Вполне адекватно А вот когда они Оставались наедине Собака Она совершенно съезжала Съезжала у скатушек Что значит Она могла подпевать Периодически она начинала Рычать Гавкать И вести себя Очень агрессивно Я сначала своей дочери Не верила Требовать Чтобы продолжалась игра Чтобы продолжалась игра Или же Я не знаю Что хотела эта собака Но она действительно Очень агрессивно себя вела У меня есть доказательства Сначала Когда дочь мне это говорила Я не поверила Просто думала Что это детская фантазия Но она Очередной такой инцидент Когда произошел Она сняла На мобильный телефон На камеру мобильного телефона Интересно посмотреть Вы можете Я могу продемонстрировать Пожалуйста Будьте добры Обеспечьте нам просмотр Ваша честь Знаю породу этой собаки Это хаски Она очень дружелюбная Давайте посмотрим И любит музыку Давайте посмотрим Вы не возражаете против Она просто речит Анна Яковлевна Вы не возражаете против просмотра Нет Не возражаете Ну давайте смотреть Лапушка Вы посмотрите Нормальные глаза Вы славная Умничка моя Джефф Вы даже на собаку Были держать Один из комнатей Страшно становится Когда дети приходят Да что страшного В этом нет Вы когда приходили Все это видели Она просто укусит Ребенка моего Да что Да она вообще Не только родная Да как только я посмотрела Это я сразу и пришла Да вы А почему вы два года Отучились у меня И не говорили никогда А дети почему играли с ней Ну потому что дети Наверное вам доверяли И боялись на вас жаловаться Собаки видимо тоже Я вообще думаю что у меня дочь придумывает Потому что хочет немножко отлынить От гранятия Значит у меня вопрос к истице Ольга Петровна Вы заявили иск о компенсации морального вреда на 100 тысяч рублей Вот как вот оценить этот ущерб Когда ребенок просидел от страха 4 часа вообще с этой собакой В чужой квартире Не зная как дозвониться до мамы До бабушки Да случайно произошло Я сколько перенервничала Потому что мы звонили Ни ей Ой простите Ни ей не можем дозвониться Ни дочери не могу дозвониться Теперь она к инструменту не может подойти У нее истерика У нее все Я понял вас Пятый год пошел как мы занимались Я понял вас Суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Я внимательно оценил все доказательства Которые были представлены Понял вашу позицию Уважаемая ответчица И могу Сделать вывод Я пришел к этому выводу Что вы обязаны Возместить Вред здоровью В размере 38 560 рублей То что касается Компенсации морального вреда Ольга Петровна Доказала что На самом деле Дочь претерпевала Нравственные и физические страдания В результате ваших виновных действий Ее дочь не может Заниматься музыкой Потому что Напугана поведением Вашего пса Я считаю что Компенсировать моральный вред необходимо Оценивая В сумму 20 тысяч рублей Решение суда Иск удовлетворить частично Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова